Стоит отметить, что в начале перехода на низкоуглеводную диету было отмечено резкое снижение общей массы тела. Исследователи учли также это, ведь это связано с потерей воды. Но потеря килограмм совсем не означает, что был потерян жир. Зачастую, особенно на жестких диетах, на серьезных дефицитах, это потеря мышечной массы. Чуть реже встречается и потеря костной массы, а иногда и потеря соединительной ткани. И это встречается на низкобелковых диетах, в которых отсутствует достаточное количество белка и микронутриентов, необходимых витаминов и минералов. Это снижение минеральной плотности костей. Но низкоуглеводные диеты показывают свою необычную эффективность и ощущается как потеря массы именно за счет потери воды. И при потере гликогена, при дефиците углеводов, идет и активная потеря жидкости в теле. Но такие значительные потери говорят нам о том, что мы теряем в первую очередь не жир, особенно в короткий период времени, а воду. Когда мы говорим о показателях метаболизма, стоит отметить, что в этом исследовании действительно было показано повышение суточных затрат калорий на 57 процентов в день. Собственно, это тот показатель, о котором обычно говорят ускорение метаболизма. И на самом деле главной целью исследования было выяснить изменения. 57 килокалорий. Тем не менее, такая цифра встречается только в начале эксперимента, а затем резко снижается до 40 калорий в сутки, что является несущественным, клинически незначимым и статистически незначительным. Ведь 50 калорий это вот столько. Фактически метаболическое преимущество исчезает через несколько недель. А некоторые скажут, это 14 тысяч калорий в год. Дневной дефицит 40 калорий через 2-3 года позволит сбросить всего 2 килограмма жира при условии честного соблюдения диеты. И стоит ли ради такой незначительной разницы 40 калорий в сутки урезать углеводы до 5% в день. А уж тем более испытывать побочные эффекты от низкоуглеводных диет, которые очень-очень неприятные. Если вы знакомы с подобными эффектами и неприятными побочными, расскажите в комментариях, будет интересно узнать ваш личный опыт. Не только мне, но и зрителям, которые так и хотят сесть на низкоуглеводную диету. Что снижение углеводов в рационе, что снижение уровня инсулина, значимое в результатах тестирования у экспериментальной группы, не показало выраженных явных результатов в сравнении с обычной диетой. А другие исследования не обнаружили также преимущества от сокращения углеводов. Эти исследования 18-19-20 года. Данное исследование не первое контролируемое клиническое исследование, которое показывает, что снижение количества углеводов урезания и жесткие протоколы не помогают избавиться от жира. И я об этом рассказывал многократно в самых разных роликах. Если вы их не видели, ссылочка где-то в углу. Друзья, всем привет! На связи Борис. Вы находитесь на втором канале, который называется «Научный подход». Здесь мы собираем выдержки по самым главным темам из основных видео. Если хотите найти основное видео, переходите по ссылке в описании, там есть основное видео. И ссылочки на источники есть также в описании под основным видео. На втором канале мы публикуем бэкстейджи. Здесь также публикуются мои различные эфиры, прямые трансляции, телепередачи, интервью. Здесь также есть материалы, которые не входят в основные ролики для более подробного и глубокого изучения. Также мы с командой активно трудимся над переводами интересных видео, научной тематики и не только. Так что подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик и оставляйте комментарии. Это помогает развиваться каналу. И кстати, если вы подписаны на второй канал, то для вас есть промокод на скидку на нашу продукцию, которую мы выпускаем, и специально для вас, как для самых любознательных зрителей, промокод дает чуть больший процент, чем с основного канала. Также рекомендую подписаться на все наши соцсети и ресурсы, и вы можете получать контент в удобном для вас формате. Все ссылочки также есть в описании к видео. Спасибо, друзья, и до скорых встреч!